Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Гущина. Наша команда подголовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация из Вьетнама. В спортивном комплексе «Бустан КФУ» прошел городской турнир «Здоровая молодежь. Здоровая нация». Музей КФУ имени Николая Лобачевского вышел в финал конкурса «Европейский музей года». Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову объявлена благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Благодарность выражена за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие институтов гражданского общества, укрепление законности и повышение правовой культуры граждан. А теперь к другим новостям. Парламентская делегация Вьетнама в главе с председателем Национального собрания госпожой Нгуен Тхи Ким Нган прибыла в Казань с двухдневным визитом. 9 декабря группа вьетнамских специалистов посетила Казанский университет. Делегация Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам во главе с председателем Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган прибыла с официальным визитом в Татарстан. В рамках визита передовая группа вьетнамских специалистов посетила Казанский федеральный университет, в стенах которого состоялась встреча со студентами из Вьетнама, обучающимися сегодня в ВУЗе. Россия занимает особое место в сердце вьетнамцев, не только потому, что Россия всегда нас поддерживает, но и потому, что между нами существует душевная схожесть, и наши народы питают взаимную симпатию друг к другу. У нас есть особые культурные связи. Много поколений вьетнамцев также учились здесь, в России. Данный визит является очередным шагом, призванным обеспечить дальнейшее продвижение Вьетнама российского стратегического партнерства. Сотрудничество КФУ с Вьетнамом на сегодняшний день реализуется в рамках обучения граждан Вьетнама в Казанском университете и академической мобильности профессорско-преподавательского состава с целью участия в международных научных мероприятиях. У нас есть в Вьетнаме партнерские университеты, и также к нам всегда приезжают студенты по гос. линии. В настоящее время у нас обучается 26 студентов и 2 аспиранта, и студенты, в том числе те, кто сейчас обучается на подфаке, это 8 человек, которые потом войдут в число студентов. Мне очень нравится, даже красивый университет, образование хорошее, красивый город, прям классное общежитие. Госпожа Нгуэнтхи Кинган оставила запись в книге почетных гостей КФУ. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. Здоровая молодежь, здоровая нация. Именно по таким девизам прошел открытый городской турнир в спортивном комплексе «Бустан» Казанского федерального университета. Более подробно смотрите в следующем сюжете. 8 декабря в спортивном комплексе «Бустан» Казанского федерального университета прошел открытый городской турнир «Здоровая молодежь, здоровая нация». Я уверен, что помимо развития спорта высоких достижений, нужно развивать и массовый спорт. Это позволяет всем подросткам, детям принять участие на соревнованиях, получить опыт состязаний. Это помогает им сформировать болевой характер, формирует стрессоустойчивость. Данный турнир проходил в рамках реализации национального проекта «Демография», организованный региональным отделением Общероссийского народного фронта и общественной организацией «Федерация каратэ-шатакан» города Казани. А почетным гостем турнира стал депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Равиль Хуснулин. Я считаю, что любую инициативу, которая направлена на воспитание молодежи, на поддержание, на патриотическое воспитание, надо поддерживать. И я надеюсь, что вот такие инициативы, которые поддерживают в том числе и университетом, потому что, видите, хорошая площадка, и это ведь способствует тому, что у детей тоже появляется интересное занятие, когда они видят, что хорошо организовано, есть интерес, есть зрители. Турнир собрал 110 участников с разных районов города Казани в возрасте от 6 до 13 лет. Спорт, он на самом деле влияет на здоровье. Если мы хотим сделать нашу нацию здоровее, надо сделать так, чтобы спорт участвовал намного больше народу, и для этого проводят такие соревнования. Кроме этого, в рамках регионального проекта Общероссийского народного фронта «Собери макулатуру, помоги детям». Студенты Казанского федерального университета сдали 7 тонн макулатуры. Благодаря этому на вырученные деньги фонду удалось приобрести телевизор для нужд Казанского хосписа, который вручили в торжественной обстановке в стенах Казанского хосписа. Разработки ученых приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета будут применяться на одном из нефтяных месторождений в Амане. Подробности смотри далее. Казанский федеральный университет с семимильными шагами продолжает распространять свои разработки в нефтегазовой отрасли по всему миру. На этот раз исследования ученых приоритетного направления «Эко-нефть» КАФУМ будут применяться на одном из нефтяных месторождений в Амане. «В Амане активно развивают добычу тяжелой нефти, и для этого наиболее подходящим сегодня являются цеповые методы. Среди них активно в стране применяется воздействие паром, но сегодня, поскольку есть залежи, которые находятся достаточно глубоко, где технологии пары неприменимы, рассматриваются новые технологии, это внутрипластовое горение. И как раз с одной из компаний, Далил Петролиум, мы планируем проводить совместные исследования по применимости данной технологии на одном из крупнейших месторождений в Амане». Применение методов, разработанных учеными КАФУ, для развития месторождений тяжелой нефти для Амана является достаточно важным вопросом. Нефть там очень тяжелая, вязкая и залегает достаточно глубоко. «Мы планируем начать проект по тестированию внутрипластового горения. И как бы вот эти первые тесты, они покажут, что нужно, то есть можно ли просто закачивать в воздух, нужно ли добавлять определенные химические реагенты, такие как катализаторы. То есть это покажет первичные исследования, и дальше мы будем уже смотреть, что будет наиболее эффективно для данного месторождения. Но хочется отметить, что месторождение действительно является очень сложным, очень много проблем и нюансов, которые нужно учесть. Но если их удастся решить, то это откроет большие возможности для добычи». Применение катализаторов в нефтедобыче – направление новое, но по исследованиям, которые ведутся в Казанском федеральном университете на протяжении нескольких лет, можно сделать вывод, что катализаторы действительно позволяют снизить вязкость и вести подземную переработку нефти внутри пласта, ускорять процесс окисления горения, таким образом повышая эффективность добычи нефти. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Европейский музейный форум под эгидой Совета Европы ежегодно вручает премию «Европейский музей года». Награда считается самой важной в европейском музейном секторе, и в этом году в ее финал вышел музей Николая Лобачевского КФУ. Подробности – далее в сюжете. Самый молодой музей Казанского федерального университета имени Лобачевского попал в список номинантов конкурса «Европейский музей года». Всего в этом списке шесть российских институций, из которых две находятся в Республике Татарстан. Уже упомянутый музей имени Лобачевского КФУ и музей археологии дерева в Сывьяшске. Конечно, эти музеи по своим размерам, по своим ведомственным принадлежностям, они совершенно разные. И для премии «Европейский музейный форум» это не имеет абсолютно никакого значения. Какая ведомственная принадлежность – государственный музей, частный музей, большой он или маленький – это не важно. Важно, как этот музей реализует достаточно сложные, инновационные подходы в своей деятельности. Согласно правилам, претендент на престижную премию «Европейский музей года» может быть либо новой институцией, открытой не более трех лет назад, либо музеем, который за последние три года завершил значительную программу модернизации, расширения, реорганизации или переосмысления. Премия была основана в 1977 году британским журналистом Кеннетом Хадсоном, а также академиком Ричардом Хогардом и Джоном Летсом под эгидой Совета Европы. Она считается самой важной наградой для музеев Европы. Мы подали заявку. В августе этого года к нам приехал эксперт. Это был директор музея почты в Финляндии Кима Антила. Он провел у нас целый день. Его интересовал не только музей Лобачевского. История его создания, коллекция музея, как продолжает музей сейчас развиваться. Должен был приехать так называемый секретный эксперт, которого мы не ожидали. И мы не знаем, был он или нет. Вероятно, был. Потому что музей Лобачевского стал одним из номинантов этой премии. Премия разработана для поощрения инновационных подходов в музейной деятельности, которые являются значимыми для всего европейского сообщества. Участие в конкурсе позволит привлечь внимание мирового музейного сообщества к университетским музеям КФУ, продемонстрировать опыт создания и развития подобных экспозиций. Церемония вручения премии European Museum of the Year Award состоится на Европейском музейном форуме, который пройдет в Кардихе с 29 апреля по 2 мая 2020 года. Камиль Гемоздинов, Ленардо Валитяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин